привет я люблю инста модель были дельфай и начала продавать воду в которой она принимала ванну по 30 долларов за баночку ну что ж поздравляю мир ебанулся а если вы после этой новости до сих пор подписаны на эту инста модель то вы ебанулись вдвойне а если вы еще и купите эту воду то ебанули стране ну что ж зарядились позитивом переходим к настоящим новостям сестер хачатурян скорее всего посадят от 8 до 20 лет в тюрьму по второй части 105 статьи укрф следующая новость а следующая новость такая же как предыдущая потому что это мой видеоблог и его данный выпуск я хочу полностью посвятить сестрам хачатурян для тех кто не в курсе год назад три сестры хачатурян убили своего отца за якобы насилие сексуального характера возможно и не только но мы все не знаем что это было за насилие может быть он их просто в ванной мыл а потом им это надоело и они решили его убить и вот 14 июня 2019 года буквально полмесяца назад следствие выдвинуло окончательное обвинение по той статье которую я говорил ранее и здесь хотелось бы заострить внимание на двух моментах относительно действия данных девочек и относительно действия общества первое действие девочек у меня сразу вопрос почему мать и брат данных девочек ушли из семьи почему они не присутствовали почему они зная что отец возможно так издевается над дочерьми не написали заявление в полицию почему они не обсуждали это с девочками хачатурян это важный вопрос это вопрос также к следователям почему они не задавались данным вопросом ибо если ты знаешь что происходит преступление то ты должен постараться его предотвратить если ты ничего не делаешь опускаешь руки значит отчасти ты соучастник и и мать и брата получается в теории можно судить как соучастник это первый момент второй момент почему у девочек хачатурян не было ни мысли как я понимаю чтобы написать то же самое заявление в полицию на отца почему никто из них не встал и не сказал девчата девчата давайте напишем заявление давайте этот гандон будет сидеть в тюрьме и тюремчики знаю что над нами издевался будут насиловать его до конца жизни давайте устроим ему от нет они почему-то решают его убить причем они также могли и сбежать из заточения даже если он их запирал просто сломайте ему ногу отберите ключи открывайте дверь и уходите к родственникам друзьям просто на улицу походите подышите воздухом проветрите мозги и продумайте стратегию но нет они этого не сделали они сговорились и убили а убийца должен сидеть тюрьме следующая часть это обращение к обществу которая почему-то решила поддерживать данных девочек сразу вопрос почему вы так поддерживаете убийц то что это девочки и их якобы насиловали и поэтому они убили но они так сделали просто из-за безвыходной ситуации поэтому их надо поддерживать нет все вы не правы и все вы идете нахуй как они могли поступить я сказал пару минут назад а убийцы как я и я также сказал пару минут назад должен сидеть тюрьме и они теперь должны сидеть тюрьме вообще в идеале убийца не должен сидеть в тюрьме в идеале убийца должен быть подвержен смертной казни у нас к сожалению в россии нет смертные казни поэтому пусть сидит в тюрьме пусть пробывает там до конца своих дней пусть у него ломается судьба пусть он выходит потом на волю если сможет выйти на волю будет потерянный в обществе и в конечном итоге где-нибудь тихо, молча сам умрет. Вы должны просто понимать, девочкам было по 18-19-20 лет. Это эмоционально нестабильные подростки. Они могли совершить это убийство даже из-за того, что отец поднял на них один раз руку за то, что они транжирили его деньги или плохо учились. А наплести, что было какое-то сексуальное насилие, ну это может каждый. Я сейчас не защищаю мертвого отца, я просто говорю, что подростки в последнее время, да и в принципе всегда, были очень жестокими, эмоционально нестабильными. И поэтому поддерживать их в таких ситуациях нельзя однобоком. Нужно шире смотреть на мир. Ну а если подросток убил, то кто бы это ни был, надо рассматривать ситуацию, кто бы это ни был. Это может быть подросток, взрослый человек, женщина, мужчина. Он совершил убийство. Да, над ним могли издеваться. Но ты живешь в цивилизованной стране. Доведи это дело до суда. Если тебе нужен резонанс, то сообщай об этом в СМИ. Поднимай резонанс, добивайся смертной казни. И делай так, чтобы твоего насильника в тюрьме сначала испоганили физически, морально, а потом еще и убили, как на смертной казни. Но если смертную казнь не ведут, то просто хотя бы, чтобы над ним издевались. Тогда ты хоть какое-то моральное удовлетворение от этого получишь. Но вы, как общество, которое защищает убийц, вы не правы. Вы ведь также в школе над кем-то могли издеваться, смеяться, возможно даже приставать. А вот представьте, что после этого этот человек вашего юмора и приставания не понимает и вас убивает. Как вам такой результат? Я думаю не понравится. Поэтому идите нахуй со своим дурацким, несформированным мнением. Ну а все остальные подписывайтесь на канал, если вы до сих пор этого не сделали. Ставьте лайки, комментируйте и распространяйте данный видеоролик. Пусть люди знают и такую точку зрения. Пока, да, кстати. Субтитры сделал DimaTorzok